оксимирон ты знаешь эти четыре слога мэн да как говорил как говорил сатир это оксимирон ты думал я вряд ли за скамлю я тебя иначе думать заставлю да молодец сатир очень хорошо он угадал с произошедшей ситуацией и я на самом деле немного разочарован немного разочарован я думаю что у всех смешанные чувства хотя какого хуя не должны быть смешанные если все должны быть если все должны быть разочарованы да потому что мы ждали альбома мы ждали концепт мы получили определенное раскрытие тем различных да я сейчас короче буду высказывать свое мнение что я думаю по этому поводу можете говорить потом вы что думаете по этому поводу можете сейчас говорить то что думаете по этому поводу те кто есть на трансляции потом те кто есть комментариях писать ниже так вот я думаю что треком кто убил марка оксимирон поставил определенную все таки все таки это не предпосылки к чему-то по следующему это конкретная точка да оксимирон убил марка самоцензуры да вот марк это сам оксимирон это писатель который убил сам себя из-за самоцензуры вся хуйня вот потом мы получили определенный набор треков, которые вроде как новые, но вполне могли бы быть и старыми треками. То есть он же когда пел о том, что вот это я не могу, вот тут сама цензура, пятое-десятое, пятое-десятое, и так или иначе он, получается, не выкладывал треки. То есть он не выкладывал треки какие-то, наверное, и вполне может быть, что трек, который очень подробно разобран под названием «Организация», он, например, имеет прямое отношение к вопросу, о котором Оксимирон не высказался, насчет которого Слава КПСС его как бы типа подъебал, а потом ответный подъеб получил, как бы и вот это вот все, и вот это дело там, ну вы поняли как бы, да, социальный чего, да, ну не социальный, короче вы поняли. Так вот, возможно, возможно, это все треки, которые вообще должны были выйти до этого и которые не вышли по разным причинам. И после того, как Оксимирон, так сказать, снял блог, он их либо выпустил старые записанные, либо сейчас чего-то подзаписал и как-то это все вот так. И, наверное, возможно, да, это и все, то есть мы сейчас что имеем с вами, да, конкретно мы что имеем? Мы имеем с вами замечательный микстейп, замечательный, да, в котором тридцать шесть песен, из которых новых вроде как две. Это мох, первая песня, и колесо, последняя песня. Есть два варианта событий, которые могут быть. Например, это наёб и в этом году уже так полюбившаяся движуха с двумя альбомами, там, миллион доллар хэппинесс, все такие, бь-б-б-б, миллион доллар бизнес, все такие вау, ну и так далее. То есть это когда происходит какая-то такая движуха, замануха, но почему-то мне так не кажется. Мне бы очень хотелось верить, что это смутное время. Там кто-то каких-то у нас в комментариях, там, писали супер-пупер заговоры, там, какие-то теории прям демонически глубоководные, что вот это там, в России в 1500, вот это произошло, вот это вот. Типа вот это смутное время, которое Оксимирон заканчивает вот этой работой, смутное время и начинается новое время. Начинается время Великой Империи, в котором Оксимирон такой бах, империя, а империя, ну вы поняли империя, империя, после смутного времени империя. Вот и типо такое может быть. Если это будет, это будет просто бомба. Поэтому я в принципе готов еще подождать какое-то время и буду счастлив разбирать взрыв, концепт, который мы пиздец как ждали так-то, да, учитывая все эти там знаки, символы, цифры там, адреса, отсылочки, отсылочки, адреса и вот эту всю тему. И мы такие раз, типа, бля, будет вот это продолжение Горгорода, Горгород 2, вот адрес, не адрес, там, когда альбом, так же был неплохой себе, вполне себе байт типа с Дондой, да, там фотография там Оксимироновского менеджера там, чик-чик-чик, там, коробочка, телевизор, часики там, ну в общем все повествующее как бы о том, что да, завтра ровно 6 лет как вышел Горгород и как будто бы все это будет завтра и вот это вот продолжение там, ровно там столько-то времени было, когда он, так сказать, столкнулся с проблемой видео, на которой происходило то, что мы увидели в клипе кто убил Марка, 10 секунд типа на коленях, 10 лет на коленях, там вот эта вся тема, вот, вполне вероятно, что концепт полноценный, которому нас готовили, выйдет завтра или сегодня вечером или когда-нибудь потом, ну попозже в ближайшее время. Если честно, субъективно я что-то в это не очень верю, вот как именно, что вот, что действительно вот такая продуктивность была это время, что это прям будет концепт и все такое, что это вот пиздец. Мне кажется, это была определенная, определенная точка в повествовании, определенная точка, к моему великому сожалению, наверное, даже может быть в творчестве, то есть он как бы подытожил это все, свое время, смутное время, так сказать, прошедшее, вот, которое идет с 2014 по 2021 год, смутное время, он подытоживает все свое творчество и, возможно, уходит куда-нибудь там, я не знаю, в какую-то деятельность, актер там или еще чего-то, вот, это будет, конечно, ебанина и печалька совершенная, если это так. Всяко может быть, да, лично я что думаю? Я думаю, что за этим микстепом не последует альбом. Я очень хочу ошибиться, как я ошибился, ошибся, блять, с альбомом Моргенштерна, когда я слушал «Хэппинес» и не мог понять, почему здесь, да, песня Пабло только одна на всем альбоме и все, а все остальное непонятные шутки, все, я, в принципе, высказал, что думал по этому поводу, поэтому я не вижу для себя смысла никакого, возможно, к сожалению, для вас, но не знаю, я для себя не вижу никакого смысла слушать все эти треки, которые я слушал, поэтому мы послушаем первый трек, мы постараемся пробежаться, так сказать, по названиям, хотя я думаю, вам это все знакомо, тем, короче, тем, кто в теме, это все знакомо и понятно, тем, кто не в теме, это и нахуй не надо, вот о чем речь, да, поэтому, в принципе, новые работы я разбирал по мере возможности, давайте разберем с вами треки, которые мы не слышали, по крайней мере, я не помню этого, вот так, и послушаем, да, после смутного времени всегда наступает золотой век, ну да, я говорю, вот эти вот все, короче, там, золотой век, век империи, империи, оксимирон, там, вот это все, 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 типа, как будто бы новый расцвет, новый виток творчество, если будет так, бля, мирон король просто, просто король, который разъебал, просто сейчас все такие, ты знаешь, эти четыре слога, мэн, блядь, окси, мирон, да, все, давайте послушаем треки, которые, которые мы не слушали, первый трек называется мох, да, то есть вот было вот столько всего, да, здесь просто, вот, просто, 29 октября в Санкт-Петербурге появился баннер с надписью, когда альбом, позже эти надписи начали появляться по другим городам России, среди которых Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Самараварова, Нижний Новгород, Краснодар, также был сайт, когда альбом РФ, на нем есть вся карта рекламной кампании, да, вечером 31 октября мирон удалил все посты, скрыл актуальные истории в инстаграм, то есть это просто пиздец, то есть это прям такой Кенни Уэст, прям вот прям Кенни Уэст, короче, да, прям вот оно, концепт, да, такой, так сказать, подытоживающий все, или дающий новой жизни, непонятно, ну вот это подытожил, ну окей, да, удалил все посты и истории в инстаграм, закрепил свой пост 2018 года в Твиттере и поставил на аватарке картинку с сайта, жди меня с первым лучом солнца, я приду на пятый день с востока, уважаемые, не ждите, 1 ноября мирон представил новый клип и трек под названием «Кто убил Марка», а также поделился новой обложкой с будущего релиза «Смутное время», которая является расширенной версией картинки с сайта. В 2 ноября состоялся релиз «Михтапия 3», «Смутное время», состоящее из 36 композиций. Скорее всего в данном треке Мирон повествует историю о неком лирическом герое, который присутствует на церемонии. варенье и употребление аяуаски, галлюциногенный отвар, который готовят как раз таки шаманы, часто упоминающиеся в треке. Консистенция же ауаски напоминает тот самый мох. Аяуаски, да, аяуаски, да, 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 да. Хорошо, хорошо, слушаем, слушаем трек «Мох». Мох, стать похожим меньше на цветов, больше на мох. Японский сапромок, воду пьет зеленый мох. Неприметным ковром, стелется в тени цветов. Кривни их, истекавший пупы, все исчезнем, но не мох. Последние пять лет, походи последние пять лет. И что из них надели, что во сне? Забирай бэкстейджевый браслет, трипл-эй, полный доступ на бейджике. Крутил этим болотом, как в Мэджике. 36 куплитосов, не меньше лет, остались только хардкорные болельщики. 36 куплитосов, да, вот они здесь. 36 треков. 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 Пунч линии подвезли. Это точно бро. Да, исчезнет все красивые, да, распустившиеся цветы, вот эти вот яркие, я не знаю, что это. Это образ к артистам, это образ к творчеству какому-то не было бы горящему, там, ярко зажигающемуся или еще что-то такое, да, то есть непосредственно здесь речь идет о том, что мох, он вечен, да, он постоянен как бы, да, стать похожим меньше на цветок, больше на мох, да, и здесь как бы фишка и есть в том, чтобы не бомбить чем-то ярким, а быть чем-то постоянным, да, это вот как, когда мы разбирали трек, когда мы разбирали, в общем, последние треки, вышедшие «Оксимирон», я говорил разницу, да, между модой и стилем, то есть там что-то яркое, скоротечное как вот цветок, да, и вот постоянное как мох, вот, да, здесь, конечно, снова идет определенная, хорошая фраза, кстати, бро, вот, да, самоуничижение форма гордыни, да, точно, рэпер в принципе и должен петь, ну как, он не должен обязательно петь про себя, да, он может петь про себя, он может петь про различные течения, про философию, то есть, допустим, вот кто-то говорит там по поводу Горгорода, там вот это вот сколько смысла, сколько смысла, неужели у нас не было и не про там различных антиутопий или там разговоров про политику или еще чего-то, не знаю, то есть смысл он глубокий, интересный смысл, он бывает разный, мне допустим на альбоме «Отел Марабу» в треке «Удобрением», например, чем мне смысл, вся эта тема с космосом и так далее, то есть вот, пожалуйста, каждый раскрывает, в принципе, то, что он считает нужным искать, что там Оксимирон вот гений смысла, а вот остальные это там хуеплеты на его фоне, я так не считаю, то есть как бы он раскрывает свою тему, умело раскрывает свою тему самокопания в себе, каких-то своих постоянных комплексов, страхов, перебарывания себя, окей, норм, вот, но раскрытие или «Вайп», так сказать, других треков, он является несколько иным, возможно, кому-то более близким. Да. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Да, последние пять лет, ох, эти последние пять лет. Что из них на деле, что во сне. Происходило всё то в бреду, то в реальной жизни, да? То есть вероятнее, да, вероятнее, это, конечно, песня новая. Ну, учитывая 36 куплетосов не меньше лет, да, то есть 36 лет, 36 куплетов, да, 36 лет Оксимирону, 36 куплетосов, ну, куплетосов, треков в этом Мухтаре, да? Остались только хардкорные болельщики салют, циклы бытия нарыл, потом вмиг потерял, вселенная возит ебалом всегда, и это точно. Себя отпусти эту дрянь, да, ну-ка положи эту бяку, говорил Абега Шаман, да, губы шевелять, ну да, и здесь как бы есть про какой-то отвар, про наркотик, который, опять же, может быть чем-то метафоричным с точки зрения туда, куда он влез, возможно, да, то есть вот это всё шоу-бизнес, так сказать, вот это всё раскрытие нутра, и вот то, в чём он варился, о том, о чём он, в принципе, писал, говорил всегда, да, то есть можно это так представить, можно это представить там непосредственно просто как образ для того, чтобы противопоставить там мох, цветку, да, например, да. Дэмсон, на самом деле всё это не то, чем стоит выебониться без панд, я ебу рэп даже... Пунш линии подвезли! Я ебу рэп даже находясь в тени, мой хуй крепкий как хозяйственник! Да, я думаю, что трэп-рэперы оценят такой пунш, я здоров и любим, но испанский стоит у всех от того, насколько я страдать привык, это точно, бро, пиздец, может хватит уже, сори, что много церковной латыни, латыни, да? Блять, мне же выпал пиздатый сюжет, самоуничижение, форма гордыни, да, айгл болтливо, шаман улыбнулся глазами и всё, гость суетливый, отвар, глоток у тебя, да, да, да. Хорошо, хорошо, вот первый трек, который мы не слушали, так, 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 и что ещё? Да, блять, вот первый трек, который мы не слушали, потом у нас идёт огромное количество треков, которые мы знаем и слушали, есть даже Лондонград, здесь он называется Лондонград, потому что люди на Genius'е сделали правильно, потому что они аккуратненько, аккуратненько всё поменяли, а на самом деле в релизе идёт Лондонград, там вообще ошибочка, да, в копипасте была, ну да ладно, хуй с ним, это мелочь. Так, 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 слушаем трек «Колесо», слушаем трек «Колесо», так, 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 мох это гор, мох это гор, гор это мох, наркотик, ну хорошо, хорошо, хорошо. В треке автор сравнивает свой творческий путь с колесом, колесом, которое катится по неровной поверхности, то падает в пропасть, то снова оказывается на вершине. Оксимирон рассказывает о своей жизни, о преодолении внутренних ограничений, которые не давали вырваться вверх. И хотя путь труден, он уверен, что переживет это время. Смутное время. Эта метафора не случайна. У Мирона Яновича красуется колесо фортуны с пятью спицами на правой кистей. Сам символ указывает на сменяемость цикла в жизни, неизбежность перемен. Оки-доки. Слушаем трек «Колесо». «Колесо» 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 Окончание, суть возвращения. Хороший стрэк. Хороший стрэк. Это хороший стрэк на самом деле, даже с точки зрения звучания, музыкальной составляющей. Понятно, что с точки зрения звука… Я еще раз повторюсь. Человек не пытается следовать трендам. Он не старается следовать моде. Он остается верен себе. Хорошо это или плохо, у всего в любом случае есть две стороны. Если человек остается и делает то, что ему действительно в кайф, это ли не счастье? Творческого, реального посыла какого-то. И нет ли не кайфа для самого творца? Делать то, что тебе в кайф. Да, буду слушать, не буду слушать, это уже выбор каждого. Тут нет вопросов. Беспокоит меня вот эта строчка. Вдруг окончание – суть возвращения. Суть его возвращения в окончание. Это то, что он молчал-молчал, выдал, все рассказал, подытожил. Здесь, насколько я понимаю, в этом микстейпе только его части, вырезанные со всех фитов, только его парты. Его парты о жизни, из которых слагается его 36 лет, 36 эпизодов, 36 куплетов, которые здесь сказаны. Этот трек интересный, этот трек красивый. Но, бля, похоже, он на прощальный какой-то. Не знаю, я не знаю. Мне почему-то не кажется, что мы получим какой-то другой материал после этого. Мне кажется, мы ничего не получим после этого. Поебать мне прощает мой рассветный Петербург. Скорее, мовку педант-обозреватель порицает. Респект, бро. Завязал пряжку, затянул дымку, записал основную песню, затянул. Угу. То ли поздно закат, надо уходить, я донос накатал на себя, чтоб свалить. То ли чертов азарт, кашу заварил, расхлебываю сам. Так что завали, наш звездопад, санцеворот. Вот. Нет, мне не сдобровать, но шажок за порог себе шел, запорол. За собой сжег сад, вычистил хард, пропустил ход. Это снова я свой компас потерял, еще не взорвал бонус-материал. Ты тебя помнишь, о чем я, дескать, зарязал пряжку, затянул дымку, записал. Короче, либо этот трек, подводящий ток над определенным периодом Максимирона, либо этот трек, подводящий черту над в целом его творчеством вообще. Да. Да, было очень много разговоров от разных людей, что они, так сказать, там и фиты ожидались различные. То есть я говорю, я говорю, есть желание и надежда на то, что это подчеркивает завершение смутного времени и выход Оксимирона, так сказать, в новую совершенно жизнь. В творческую, в первую очередь. На которой мы увидим раскрывшиеся новые мысли Мирона, фиты с какими-то артистами, еще какие-то там вещи. Все это мы можем увидеть, да. Но субъективно, вот слушая вот это, к сожалению, я почему-то думаю, что этого не будет. Интро к новому альбому. Очень надеюсь. Да. Просто представьте, его менеджер Байте Лакани Веста ради ёбаного трека Мох. Ну вот. Вот меня тоже это всё сбивает с понталыку очень сильно, если честно. Очень сильно сбивает с понталыку «Альбом когда». То есть, возможно, я понимаю, что можно, конечно, докопаться до слова «когда альбом», а это не альбом, это микстейп. «Когда альбом» – это крылатая фраза такая, достаточно именно вот, применимая к Оксимирону. Поэтому писать «когда микстейп» – это бред же правильно. «Когда альбом», следовательно, «когда материал» имеется в виду. И вот, мол, материал, вот он, да, поэтому, может быть, это и все, в общем-то, так-то это и есть Ресторатор сказал практически напрямую, что будет нормальный альбом Отлично, отлично, будем ждать, будем надеяться, да, что это у нас смутное время, которое завершено, так или иначе И нас ждет вторая часть, которая раскрывает нового Оксимирона, который показывает нам определенные качества Очень желаю воспринять это, ну, не совсем, конечно, корректно будет с точки зрения, типа, Моргенштерн Хаппинес, да, Миллион Доллар Хаппинес, не совсем Там-то все тоже новые песни были, здесь-то, как бы, совсем другой концепт Здесь именно 36 отрезков жизни, 36 отрезков того, как это все, вот, Оксимирон видит, только свои парты, вот это вот, 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 вот так все, да Не знаю, может быть, действительно, альбом выйдет, альбом выйдет на Сберзвуки, или как они там планировали, вот эти все картинки, отсылки Я говорю, столько было информации, и какие-то там столько заговоров плетут от, блядь, от времен смуты в Российской империи До каких-то там, блядь, цифровых аспектов, да, чего только нету По факту мы имеем вот пока это, пока это Излишне уходить в какие-то дебри, я думаю, наснимают видосов еще на этот счет, там, блядь, свои мысли всякие наставляют Ребята там разные, вот, поэтому Флаг им, как бы, да, радости, успехам И это будет охуенно Бонус-материал будет Ну да, здесь есть в тексте, что бонус-материал Я просто не совсем понимаю, когда это записано, да, и как оно все идет Типа, ну Бонус-материал это последующий после этого, или бонус-материал это то, что вышло до этого в качестве Вот здесь же, например, нету трека, кто убил Марка, правильно? Тут нет трека, кто убил Марка Тут есть организация Поэтому, может, бонус-материал это и есть, кто убил Марка, например Непонятно, короче, блядь, не хочу ничего гадать Есть вот музыка конкретная, которая вот выглядит вот так Да, сюда входит у нас организация, да, у нас вот она входит полностью Безумие, бездыханное Город под подошвы, ну Вот, есть то, что есть, короче It is what it is Да Да, да, город вышел 13 ноября 2006 года Я говорил, да, 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 что там 5 лет назад, все дела Ждем и верим, да Расплетайте, так сказать, теории заговора Будет материал, будем радоваться жизни, будем смотреть Давайте пока оценим новый трек Я считаю, что наиболее качественным треком является трек все-таки «Колесо» Да, и Оценим его, да, все-таки это новый трек Давайте послушаем его и внесем его в табличку По поводу трендовости, конечно, такое Надо уходить, я-то нос накатал на себя, чтобы свалить То ли чертов азарт Кашу заварил, расшлёпываю сам Так что завали, ночь, звездопад Солнцеворот, нет, мне не сдобровать Но шажок за порог Себя шоу запорол, сам за собой шопсад Вычтил хард, пропустил ход Это снова я свой компас потерял Еще не взорвал бонус-материал Ночь сочинял Ну вот, да, еще не взорвал бонус-материал Помнишь, о чем я, дескать, завязал Дяжку затянул Ну это помнишь, о чем... Отсылки все к прошлым все-таки вещам Ну индивидуальный, скорее, но База максимальная, наверное Что тут не так? Лишь тогда внезапно вернуться наверх Когда вниз путешка, но закрадутся сомнения Друг окончание Суть возвращения Мы переживем это смутное время Открови не раз, такая бьянка Как себя не вел бы, я бы все равно упал позже Я гулял по местам, как я Трендовость мы не ставим никогда за имя Нет, дело не в этом Если любой, абсолютно самый популярный артист выпустит трек на биты 90-х Это будет тренд 1 год 1, блядь, год 1 Если абсолютно бездарный и никому неизвестный артист выпустит условную кальянчу Но это будет 5 баллов, все Потому что это тренд 2021 года Это нужно понимать Тренд не имя артиста Ни в коем случае Тренд это выбранная музыка На одном и том же альбоме Например, альбоме Бандана У артистов есть треки Трендовый как 4 там условно И более Так и 1-2 Все, поэтому тут дело не в имени артиста Ни в коем случае Здесь дело именно в исключении музыки Два балла трендового Музыки Трендовость, популярность Музыки Направление жанра Бот-жанра Не артиста Да нет, я писал на этом Кому это интересно В принципе знают Опять же В телеграм-канале Есть там целая такая Прям Посвященная этому вопросу Когда люди не совсем понимают Что такое трендовость, популярность Да, и постоянно задают вопросы Кто подписан на телеграм-канал Они в принципе знают Подписывайтесь Да, ставьте лукасы Кстати, кому не впадлу Вот Также там сейчас происходит голосование Опять же Кто не знает Того, чего мы будем слушать После этого альбома И там вообще в целом Много всего происходит Поэтому кому интересно Следить за проектом в целом Да, и за около Происходящими вещами Например, конкурс битмарей Который скоро будет Да, подписывайтесь Телеграм-канал И отслеживайте, братва Да, такой у нас будет Серьезный конкурс Для битмейкеров Так Реализация выбранного стиля Стиль самобытный Именно стиля Да, реализация выбранной моды Тут реализация выбранного стиля Ну, это оксимирон Да, это самобытный оксимирон Который Индивидуально сидит Я поставлю максималку За всю базу За всю базу С точки зрения атмосферы Этого трека 4 балла Трек хороший Хорошо звучит Вполне себе Сказать, что это Прям какой-то разъеб Исключительно для меня К сожалению, нет Потому что атмосфера Эли вайп Это все-таки Очень-очень субъективный Наиболее субъективный Критерий Всех, которые есть В этой таблице Наиболее субъективный Поэтому Да, меня Неплохо прокачало 4 балла Это все-таки Довольно неплохо Но, тем не менее Вот такая вот оценочка 67 баллов, братва 67 баллов Хочу сказать В любом случае Большое спасибо Оксимирону За всю проделанную Движуху За то, что он Навел Навел шороха Если мы услышим Что-то после этого Спасибо большое Если нет Значит, в любом случае Спасибо Спасибо, что живой Да, спасибо, что вернулся Спасибо, что раскрыл Так сказать Какие-то свои Раны Да Закрыл гештальты Бля Ну, короче За то, что ты нам Подарил Всю движуху Всю шумиху Инфоповоды Огромные И все-таки Новые работы Как ни крути Да, как ни крути Новые работы С отличным текстом С отличной атмосферой И с самобытным стилем Поэтому, в любом случае Спасибо большое Оксимирону За шикарную Проделанную работу Респект Продолжение следует